Модельное агентство «Мисс Волга» и телеканал ЮТВ при поддержке администрации города запустили телепроект «Мини-Мисс Чувашия-2015». Этот фестиваль моды и таланта стал традиционным и проводится уже на протяжении нескольких лет. Продемонстрировать свои незаурядные способности на кастинг пришли более 70 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Претендентки на корону пели, танцевали, артистично читали стихи, играли на различных музыкальных инструментах, презентовали свое художественное творчество и поделки. По словам руководителя проекта Натальи Девятых, главное в конкурсантках не внешние данные, а умение показать свои творческие способности. В этом году у нас две категории. Это первая категория девочки от 7 до 10 лет, и вторая категория – это от 10 до 13 лет. То есть у нас будет две победители – два первых места, два вторых и третьих места. Особенно мы акцент делаем на конкурс «Талант мисс вокал», то есть «Мисс талант вокал», «Мисс талант танец» и «Мисс талант оригинальный жанр». И в этом году у нас первый раз вводим номинацию «Национальный костюм». То есть девушка, которая поразит нас своим национальным костюмом, чувашским, естественно, потому что мы живем в чувашии, она у нас получит номинацию. Каждый номер у участниц был по-своему оригинален. Все девочки стремились удивить жюри своими выступлениями. Среди членов жюри были профессионалы модельного дела и актерского мастерства. Елена Светлая – детская писательница. В жюри этого конкурса впервые. Как она отмечает, талантливых детей видно сразу. Они более уверены в себе, их внутренний мир богат и разнообразен. Такой кастинг для меня это очень волнительно, потому что я к детям отношусь, как детский писатель, очень трепетно. Каждого, конечно, жалко. Ребенок он с рождения, я считаю, идеальный, самый лучший, самый красивый, самый умный. И не исключение все дети, которые пришли сегодня к нам на кастинг. Мне, конечно, детки нравятся. Ну, приходится выбирать лучшего из лучших. Каждая участница кастинга была по-своему талантлива. Девочки представили членам жюри творческие номера разных жанров – от бальных танцев до вокала. Было видно, что на подготовку у них ушли недели, а то и месяцы. Я решила прийти сюда, чтобы доказать сама себе, что я смогу участвовать здесь, что я смогу научиться чему-то. Его никто не щекотал, кудрявого мальчишку, а он сидел и хохотал, листая пальцем книжку. Хо-хо, хо-хо, хе-хе, хи-хи. Читал, как знаки нотные. Наверное, там были какие-то стихи щекотные. Я не искала будто минуты, чтобы побыть, как раньше, вдвоем. Перебила гору нашей посуды, на свадьбу дарили ее. Номер Даши Рябовой никого не оставила равнодушным. Она удивила жюри исполнением прекрасной чувашской песни. ПЕСНЯ Наряду с другими выступлениями жюри были восхищены от исполнения бальных танцев. ПЕСНЯ Родители обычно волнуются не меньше, чем дети, познавая вместе с ними все сложности модельной работы, помогая деткам сделать прическу, подправить мейкап и подобрать самое красивое платье. Елена Дружинина, мама конкурсантки Даши, говорит, что во всем старается ей помогать. Ведь она очень разносторонний ребенок, занимается художественной гимнастикой, скрипкой, а сейчас вот участвует в конкурсе «Мини-мисс». Она должна быть уверенной, в чем бы это ни выражалось, пусть это будет красота, талант или еще что-то. Чем больше она будет принимать участие в конкурсах, тем больше она будет уверена в жизни. По итогам выступления, презентации и дефиле жюри было отобрано более 30 участниц финала. Девочки, не прошедшие кастинг, получили приглашение на обучение в детской студии моделей и фотомоделей от Натальи Девятых, руководителя модельного агентства «Мисс Волга». Следующий этап для маленьких «Мисс» будет представление своей визитки, в которой они расскажут о себе и о своем творчестве. Смотрите телепроект «Мини-мисс Чувашия» на телеканале ЮТВ. Продолжение следует...